Всем привет! Это канал I Like Pet и в сегодняшнем ролике мы расскажем о минусах в содержании улитки охотины. Улитки очень необычные животные со своими специфическими особенностями и прежде чем заводить такого питомца нужно понять подойдет ли вам улитка, а для этого рассмотреть все ее минусы. Если вы брезгливы, то улитка не для вас. Ахотина оставляет за собой склизкий след. Это понравится не всем. Слизь постоянно вырабатывается в организме улитки. Она защищает подошву животного от трения с поверхностью. Улиток нельзя отпускать ползать по квартире. Необходимо содержать охотину в аквариуме или контейнере и закрывать емкость. Иначе улитка выползет и может съесть комнатные растения, бумагу и даже обои. Это очень небезопасно для здоровья улитки. Помимо этого она может повредить свою раковину, без которой эти улитки не живут. Чтобы не потерять наш канал, жмите на кнопку подписаться. Не забывайте нажать на палец вверх, если видео вам понравилось. Это помогает нам делать видео, которые интересны именно вам. Наслаждайтесь просмотром. Улитки требуют специального наполнения для своего аквариума. Для этого подходит обычная земля. Улитка часто роется в грунте и ползает по стенкам аквариума. Из-за этого пачкаются стенки и приходится часто убираться. Улитки очень быстро размножаются. За один раз они способны отложить от 50 до 500 яиц. Поэтому, если вы не занимаетесь разведением улиток, вам будет некуда девать потомство. Если вы приобрели взрослую улитку, либо у вас живет пара, необходимо раз в неделю проверять грунт-накладку. Улитка это не кошка или собака. Она не будет радоваться вашему приходу или играть с вами. Они медленно ползают в своем аквариуме, едят и роются в грунте. Если вы решили завести улитку, то подумайте, она может вам быстро надоесть, так как потискать ее невозможно. В целом улитки неприхотливы, но нужно соблюдать определенные правила. О других интересных фактах из мира домашних животных вы можете узнать на нашем сайте. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...